Магаз Магаз – единственный в России город, построенный в постсоветский период и один из немногих городов мира, специально основанных как столица. В центре города на просторной площади возвышается президентский дворец. Справа от него – здание парламента Ингушетии. Зеркально-симметричный корпус слева занимает правительство. Здание резиденции главы республики Ингушетия стилизовано под восточный шатер. Под ножью которого от ансамбля фонтанов ведет широкая лестница. Экстерьер и внутреннее убранство дворца поразят посетителя изысканным сочетанием европейского лоска и восточной роскоши отделки. Заканчивается внутренняя отделка делового центра класса «Люкс» и пятизвездочной гостиницы для гостей города. Прочие административные и жилые здания столицы выгодно отличаются от типовых пейзажей других городов, современными архитектурными решениями и самобытным национальным колоритом ингушского зодчества. Уникальный и неповторимый облик Магаса – результат труда известных архитекторов и планировщиков из многих стран – Швейцарии, России, Турции и Германии. Масштабная застройка города, продолжающаяся и по сей день, имеет большое политическое и экономическое значение не только для Северокавказского округа, но и для всей страны. Не случайно один из крупнейших строительных подрядчиков новой столицы недавно стал лауреатом международной премии «Пилар» и кавалером ордена «За возрождение России». Новая столица Ингушетии расположилась в западной части республики, в четырех километрах юго-восточнее Назрани. Городская черта с севера проходит вдоль селения Экажева, затем, поворачивая на юг, резко уходит к реке Сунжа и переходит на левый берег. С запада городская черта идет вдоль левобережной поймы реки и граничит с Осетией, далее поворачивает на восток и граничит с селением Али-Юрт. Южная граница города уходит на север, до автодороги Экажева-Али-Юрт и, поворачивая на северо-запад, граничит с селением Экажева и далее смыкается с северной границей. Город построен на комфортной для жизни высоте от 520 до 650 метров над уровнем моря. Через территорию города протекает река Сунжа. Климат умеренно-континентальный, зима мягкая, неустойчивая, малоснежная. Весна обычно теплая и малооблачная, лето жаркое и сухое, осень прохладная и дождливая. Городские пейзажи Магаса привлекательны круглый год. В ясную погоду к югу от города взору открывается захватывающая панорама горного хребта. Перед гостями столицы во всем сверкающем великолепии предстает заснеженный Казбек, Мятлоам, гряда, напоминающая своими очертаниями женский силуэт, и обсидианово-черный пик Цейлоам, которому, согласно древнегреческому мифу, был прикован титан Прометей. Во время грозы вершина пика бывает увенчана ослепительной короной из молний. Доподлинно неизвестно, что именно притягивает буйство стихии к легендарному узелищу Прометея, но зрелище это незабываемое. Говоря о столице, нельзя не рассказать о самой республике. Ингушетия – самая молодая республика Российской Федерации, образованная 4 июня 1992 года. Недавно пышными празднествами был отмечен 20-летний юбилей. Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта в центральной его части, в зоне благоприятных климатических условий. Из зарубежных государств республика Ингушетия граничит на юге с Грузией. Рельеф территории возвышенной, состоящей из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями. Наивысшая точка – Столовая гора, 2993 метра над уровнем моря. Почвы черноземные, плодородные. Природно-климатические условия благоприятны для развития сельского хозяйства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 60% территории. Из них почти половина угодий – пашня. Важный природный ресурс Ингушетии – леса. Они занимают 140 тысяч гектаров, в основном смешанные широколиственные, включающие ценные породы деревьев – бук, дуб, чинар и другие. С юга на север республику пересекают реки Асса, а с запада на восток – Сунжа. В Ингушетии значительные запасы гидроэнергии горных рек. Богатая республика и залежами ископаемых. Изученная минерально-сырьевая база состоит из месторождений следующих полезных ископаемых. Нефти – прогнозные запасы более 60 миллионов тонн, газа, мрамора и мраморовидных строительных материалов – доломитов, известняка-ракушечника, кирпичных глин высокого качества, термальных лечебных вод и минеральных вод типа боржоми – запасами чистой горной родниковой воды. В недрах Ингушетии геологи обнаружили залежи редких металлов. Балансовые запасы перечисленных видов минерального сырья в среднем составляют 100-150 лет. Нефть и газ являются важнейшими полезными ископаемыми основой топливно-энергетического комплекса республики. Добыча нефти на территории Республики Ингушетия ведется с 1915 года, когда были открыты нефтяные залежи в Молгобекском районе. В 50-х-60-х годах добыча нефти резко увеличилась в связи с открытием высокопродуктивных залежей. Разведанные промышленные запасы нефти оцениваются в 11 миллионов тонн. Регион обладает уникальным потенциалом с точки зрения туризма и активных видов отдыха. Сегодня развитие туристического кластера воспринимается руководством как приоритетное направление деятельности. В Ингушетских горах среди уникальной нетронутой цивилизации природы строятся лечебно-оздоровительные комплексы, санатории, гостиницы. Заканчивается монтаж горнолыжных трасс с подъемниками и канатными дорогами. В Таргимской долине сооружается аэродром для малой авиации. Вертолетные прогулки в горах – настоящий подарок для истинных ценителей красоты. Кавказское гостеприимство славится во всем мире. Непреложному закону гостю все самое лучшее подчинены не только этикет и обычаи Ингушей, но даже архитектура. В республике практически не строятся однокомнатные квартиры, ведь у гостя обязательно должна быть отдельная комната, где он мог бы жить без стеснения. Посещение Ингушетии не будет полным, если не осмотреть историко-архитектурные памятники и природные заповедники. Тхаба-Ерды – древнейший христианский храм на территории России, построенный на рубеже VIII-IX веков. Мавзолей Борга-Кэш – один из самых ранних, сохранившихся мусульманских памятников в Ингушетии. Мавзолей Борга-Кэш является памятником истории и культуры федерального значения и находится под охраной государства. Замок-крепость Вовнушки – удивительные башенные постройки XVI-XVII веков. Селение Эрзии насчитывает несколько десятков жилых и боевых башен, сложенных из валунов и поставленных непосредственно на материк. Добраться в край башен совсем несложно. Территорию республики Ингушетия пересекают Северокавказская железная дорога, имеющая выход к Ростову-Нудону и Баку, а также автомобильная дорога федерального значения Кавказ, которая связывает столицу республики со всеми регионами России. Функционирует международный аэропорт Магаз. Аэровокзал построен со всем необходимым оборудованием для пограничного, иммиграционного и таможенного контроля. А взлетно-посадочная полоса способна обслуживать любые внутрироссийские и международные пассажирские и грузовые рейсы. По столице, равно как и по всей республике, можно передвигаться на такси, общественном транспорте, а также в маршрутных такси. Ингушетия – это край с древней и богатой историей, полной захватывающих преданий, легенд и тайн. Магаз – один из самых юных городов планеты, но одновременно он же по праву считается старейшим городом Северного Кавказа, чья история на целое тысячелетие уходит в Средневековье. Своё имя – город Солнца – унаследовал от названия столицы древней Алании – полиэтнического государства на территории современной Ингушетии, представлявшего собой союз горских народов и племён. Впервые город Магаз поминается в сочинении «Мурудж аз-Захаб» – «Золотые луга и россыпи самоцветов», принадлежащего Перу арабского историка X века Аль-Масуди. Своим процветанием и бурным развитием центр Алании обязан удачному местоположению на пересечении двух важнейших торговых маршрутов Средневековья – знаменитого пути из Варяг в Греки и всемирно известного Шёлкового пути. Активное участие жителей древнего Магаса в товарообороте между Западом и Востоком, Севером и Югом подтверждают многочисленные археологические находки. Так, в 1996 году при строительстве подъездной дороги на глубине 8 метров были обнаружены полутораметровая золотая цепь, удивительно тонкой работы драгоценная брошь и другие ювелирные изделия. Более подробные сведения о столице Алании относятся к самому драматическому периоду её истории – первой половине XIII века, времени похода монгольских орд в Восточную Европу, к Последнему морю. В своей «Истории мира завоевателя» персидский историк Алла Дин Джувейни пишет «Когда Каан Угитай во второй раз устроил Большой Курилтай, 1235 год, и назначил совещание относительно уничтожения и истребления остальных непокорных, то состоялось решение завладеть странами Булгара, Алан и Руси, которые находились по соседству становища Бату, не были ещё окончательно покорены и гордились своей многочисленностью». Из всех намеченных к завоеванию городов Восточной Европы в монгольской и китайской хрониках упоминаются только Магас и Киев – лишние свидетельства значимости столицы Алании. С впечатляющим мужеством защитники Магаса отражали один штурм за другим, но силы были неравны. В январе 1239 года, после полуторамесячной осады, столица пала. Жители её были истреблены, а стены разрушены. От Магаса остались только имя и добрая память. Так завершилась история крупнейшего для своего времени города Северного Кавказа. Но сегодня, в веке 21-м, Магас возрождается на прежнем месте, словно феникс из пепла. Это чудесное воскрешение нашло своё отражение в символике города. Герб ингушской столицы выполнен в виде французского щита. Поле щита красного цвета, символизирующего мужество, радость, победу, неустрашимость и стремление к прогрессу. Щит является олицетворением воинской чести, доблести и защиты слабых. В центре щита размещен золотой орёл с распростёртыми крыльями. Он воплощает собой силу, власть, величие, гостеприимство и возвышенное устремление. На груди орла ингушский щит красного цвета с изображением золотого солярного знака с тремя завитками, направленными против часовой стрелки. Три луча обозначают три высших ценности веру, знание и добродетельное поведение, а также и три лика времени прошлое, настоящее и будущее как символ вечного обновления и возрождения мира. Возрождение Магаса началось 23 февраля 1994 года с закладки краеугольного камня. А уже 15 апреля президент Российской Федерации подписал указ за номером 778 о строительстве столицы республики Ингушетия. Сегодня Магас – это современный благоустроенный город с развитой инфраструктурой, построенный с учетом национальных традиций и уклада жизни ингушского народа. Помимо представительств исполнительной и законодательной властей Ингушетии, в столице действует множество учреждений республиканского значения. Научно-исследовательский институт, стоматологическая поликлиника, многофункциональный культурно-технический центр, собственные студии звукозаписи, национальная телерадиокомпания и так далее. Уже 10 лет при Ингушском госуниверситете действует зал камерной музыки. Сегодня на его базе работает школа искусств, а дети, которые в ней занимаются, стали победителями уже нескольких международных музыкальных конкурсов. Здесь же, в столице, уже давно принимает учеников гимназия Морем. И это только начало. Повсюду в городе осуществляются амбициозные архитектурные проекты, призванные послужить народу и республике. Ингушский государственный музей краеведения, Государственный музей изобразительных искусств, историко-культурный музей-заповедник, а также национальный драматический театр. Силами всего народа возводится грандиозная соборная мечеть, которая станет не только центром культурной и духовной жизни мусульман республики, но и символом консолидации нации, мира и согласия на земле Ингушетии. А прямо напротив президентского дворца устремится ввысь циклопическая 100-метровая обзорная вышка, выстроенная по образцу классических национальных ингушских башен. Башня станет одним из самых высоких зданий на Кавказе. На ее вершине откроется смотровая площадка, и гости города смогут взглянуть на столицу с высоты птичьего полета. Магаз – город будущего. Порукой тому – его жители, новое поколение ингушей. Студенты, начинающие бизнесмены, госслужащие, молодые семьи – каждому здесь найдется место и дело по душе. Счастливая и беззаботная жизнь – вот главное устремление.